Привет, друзья! Мы привыкли обсуждать возможную пользу или вред, рассматривая один определённый продукт. А что будет, если объединить два продукта? Усилятся ли их полезные свойства, или приём такой смеси навредит здоровью? В этом выпуске рассмотрим сочетание двух ценных ингредиентов – мёда и корицы. Оценим их совместное влияние на разные органы и решим, в каких ситуациях состав поможет, а в каких от него лучше отказаться. Для желудка. Корица и мёд уменьшают концентрацию соляной кислоты в желудке и облегчают процесс переваривания пищи. Благодаря своим противовоспалительным свойствам пряность способствует заживлению слизистой желудка. При язве смесь употребляют вне фазы обострения заболевания. Для этого смешивают две столовые ложки мёда со щепоткой корицы, добавляют порошок в стакан тёплого молока и принимают трижды в день за полчаса до еды. При гастрите средства готовят так – чайную ложку мёда посыпают небольшим количеством корицы и принимают каждое утро за полчаса до завтрака. Для сердечно-сосудистой системы. Корица способствует снижению уровня вредного холестерина, а мёд обладает свойством расширять мелкие и крупные сосуды. Работая в паре, они снижают высокое артериальное давление и уменьшают риск образования холестериновых бляшек. Для профилактики инсультов и инфарктов готовят состав. В 500 мл воды растворяют две столовых ложки мёда и три чайных ложки специи. Перемешивают и принимают напиток три раза в день. Против онкологии. Рак толстой кишки занимает второе место среди онкологических заболеваний в России. Его развитие способствует питание с избытком жиров и малым количеством клетчатки, а также хроническое воспаление в кишечнике. Мёд является отличным антиоксидантом, благодаря содержанию в нём органических кислот и флавоноидов. А корица обладает мощным противовоспалительным действием и содержит вещества, препятствующие появлению и росту злокачественных клеток в организме. Для профилактики онкологических заболеваний каждое утро натощак принимают чайную ложку мёда, посыпанного сверху щепоткой корицы. Для иммунитета. Мёд – первое средство при простуде. Он смягчает кашель, снижает выраженность дискомфорта в горле. А вместе с корицей он усиливает местный и общий иммунитет, борется с некоторыми видами бактерий и вирусов. В качестве профилактики в осенне-зимний период их употребляют в пропорции один к одному натощак. Для лечения кашля столовую ложку мёда слегка подогревают, смешивая с небольшим количеством корицы, и употребляют в тёплом виде три раза в день. Для профилактики возрастных изменений. К сожалению, с возрастом наш организм испытывает не очень приятные ощущения. Слабеет память, возникает рассеянность, ухудшается мышление. Всё это – проявление нарушений работы головного мозга. Корица с мёдом способствует увеличению скорости передачи импульса по нервным волокнам. Для восстановления умственной деятельности половину чайной ложки мёда растворяют в стакане воды, добавляют чайную ложку корицы и принимают в первой половине дня. Кстати, это средство станет отличной профилактикой болезни Паркинсона и Альцгеймера. Для заживления ран. Смесь корица-мёд – это эффективное средство для борьбы с длительно незаживающими ранами и ожогами. В этой ситуации дуэт действует слаженно и направленно. Мёд борется с бактериями внутри очага, а корица выполняет роль барьера, не допуская их попадания в места воспаления. Кроме этого, мёд ускоряет процесс эпителизации. Для лечения язв используют аппликации смесью из равных частей продуктов. Против диабета. Мёд и корица способны облегчить течение сахарного диабета второго типа и контролировать его начало. Корица способствует снижению уровня глюкозы в крови, а мёд не вызывает резких скачков сахара. Для профилактики заболевания заваривают пару палочек корицы в течение 10 минут. Добавляют дольку апельсина, немного свежего имбиря, добавляют небольшое количество мёда и пьют в виде чая. Такой напиток отлично тонизирует и улучшает углеводный обмен. Против окислительного стресса. Свободные радикалы вызывают повреждения клеток и способствуют развитию хронических заболеваний и онкологии. Корица содержит мощные антиоксиданты, эффект от воздействия которых ставит её выше, чем такой суперфуд, как чеснок. А в состав мёда входит большое количество не только антиоксидантов, но и полезных ферментов. Действуя вместе, мёд и корица защищают клетки и значительно снижают риск возникновения сахарного диабета, инсульта и других хронических заболеваний. Для похудения. Эффект смеси корица-мёд используется для ускорения метаболизма желающими похудеть. Кроме этого, напитки, приготовленные на их основе, помогают регулировать аппетит и способствуют выведению лишней жидкости из организма. Снизить вес поможет следующий рецепт. В половине литра кефира размешать 2 чайных ложки мёда и 1 чайную ложку корицы. Таким напитком можно заменить завтрак, добавив ягоды в состав. Полезен для ускорения обменных процессов и чай, в который входит палочка корицы, зелёный чай, долька лимона и немного тёртого имбиря. Мёд добавляют в небольшом количестве в готовый напиток. Для потенции. Для увеличения мужской силы корицу применяют давно. Она улучшает кровоснабжение органов, насыщает клетки кислородом. Взаимодействуя с мёдом, пряность уменьшает нервное перенапряжение – основной фактор снижения либидо. Для приготовления полезного во всех смыслах напитка вам понадобится 30 граммов жидкого мёда, 10 граммов порошка корицы. Смесь залить горячей водой, настоять и принимать по 100 мл перед едой. Для достижения стойкого эффекта напиток пьют курсом не менее двух месяцев. Для здоровья волос. Медово-коричная смесь в виде масок отлично питает корни волос. В составе содержится огромное количество витаминов, минералов и стимулирующих рост веществ. Для рецепта приготовьте по 2 столовых ложки кефира и оливкового масла, 1 яйцо и по 1 чайной ложке корицы и мёда. Ингредиенты смешать до однородной массы. Нанести состав на корни волос. Через 15 минут распределить маску по всей длине и оставить ещё на 5 минут. По окончании экспозиции смойте состав шампунем. Маску применяют 1 раз в неделю. Для лица. Кожа лица – очень деликатная зона. Она подвергается негативным воздействиям внешней среды и первая реагирует на внутренние изменения. Маска с корицей и мёдом содержит все необходимые микроэлементы для её питания. Она поможет справиться с окислительным стрессом, главным виновником старения кожи. Для приготовления маски потребуется смешать мёд и корицу в равных частях, добавить столовую ложку масла шиповника. Массу наносят на кожу лица минут на 10. Затем снимают ватным диском и смывают водой. Противопоказания. Как у всех природных продуктов, у смеси корица-мёд имеются противопоказания. В первую очередь аллергия на один из компонентов. Перед применением обязательно протестируйте их на небольшом участке кожи. Не стоит применять это средство при лихорадке. Оно сильно активизирует обменные процессы и может вызвать небольшое повышение температуры. Нельзя применять смесь беременным женщинам, поскольку состав усиливает тонус гладкой мускулатуры, в том числе и матки. Мёд противопоказан детям до года. Он является отличной питательной средой для бактерий, производящих ботулотоксин. Для взрослых количество ядовитого вещества не опасно, а вот у маленьких детей он может вызвать поражение нервной системы, вплоть до паралича дыхательной мускулатуры. В корице содержится кумарин, токсичное для печени вещество. Несоблюдение дозировок приводит к отравлению организма. Итак, друзья, тандем корица-мёд приносит неоспоримую пользу здоровью. Их состав дополняет и усиливает друг друга, и как результат расширяет спектр полезного действия на организм. А для того, чтобы лечение средствами природного происхождения приносило только положительный эффект, важно приобретать качественный мёд и корицу. Надеемся, что наша информация была полезной и нужной для вас. Ставьте лайки, делитесь видео с близкими и знакомыми, и будете здоровы!